Ах вы! Ну что, 10 из 9, ребят? Вы знаете, я никогда до сегодняшнего момента не тискал беспроводные клавиатуры механического плана. Вообще беспроводных у меня было довольно много. Те же вот Prestigeo Click & Touch, которые являются гибридом клавиатуры и тачпада. Но это все-таки больше мембранки и это все-таки больше экспериментальной модели. Но именно вот традиционной клавиатуры, которая была бы именно вот механикой, классической такой вот и беспроводной, не видел ни разу вживую. Тем не менее, Logitech заслала счастье. Это Logitech G915TKL. Не первая клавиатура Logitech, как я понимаю, которая является беспроводной, но в данный момент это одна из лучших моделей. У нее есть несколько очень-очень важных преимуществ, которые вот, знаете, как люди говорят, мол, вот моя проводная мышка лучше, чем твоя беспроводная. Почему? Потому что задержка лучше. У проводной мышки не бывает задержек, а у беспроводной они очень часто случаются. У Logitech есть технология, которая называется Lightspeed. Это фирменная, насколько я понимаю, проприетарная беспроводная технология Logitech, которая позволяет периферии этой компании работать практически без задержек. Какими бы вы супер-пупер профессиональными спортсменами не были, киберкотлетами и так далее, вы эту задержку не заметите. Ни в плане мышки, ни в плане клавиатуры, ни в плане гарнитуры. Теперь касательно самой клавиатуры. Я ее открыл, и я ее буду смотреть. Она белоснежная. Это вторая клавиатура, которая мне залетела на день рождения. Первая клавиатура была не от Logitech, разумеется. Но там тоже было весело. Эта клавиатура, кстати, стоит дороже, несмотря на то, что это TKL модель. Это Tentilis. Как видите, здесь нет нампада, блока кнопок нам. Но клавиатура, она совершенно не похожа ни на что, что делает Logitech. Вот на моей памяти. Тут нет абсолютно никаких синих оттенков. Она серая с шлифованным металлом и кнопки белоснежные. Это фирменные переключатели Logitech. Как я понимаю, GL Tactile. GL Tactile от Logitech. Они с кликом, с небольшой тактильной отдачей, собственно, название. Но у Logitech есть еще линейные, есть еще аналоги блэков, там всякое такое. Это брауны. Что меня очень сильно удивляет сразу. Во-первых, клавиатура очень-очень плоская. Если вы помните, хотя бы раз видели механику, традиционную механику, колпачки там очень высокие. Они раза в два более высокие, я попробую достать, чем здесь. Они вот такие. Этот колпачок очень-очень низкий. Выглядит, кстати, довольно симпатично. Тут два посадочных слота, тут два посадочных паза под крепление колпачка. И они защелкиваются. Они не просто сидят на месте, они там защелкнуты. Ну, это, собственно, фирменная технология Logitech. Они делают, как хотят и что хотят. Главное, чтобы работало и работает. Работает. Звук более-менее однородный. Ну и, собственно, лайтспид. Колесико громкости, бесконечная прокрутка. Очень качественно сделано. Сделано почти люфта, нет. Но, конечно, до MX Master колесико не дотягивает. Можно такая, и он делает. Так, что еще в комплекте? Что еще в комплекте идет? Свистулька-приемник, очевидно. Причем она прикольная. Тут свистулька-приемник стандартный. Ну, это лайтспидовская техника. G913L. Она идет с переходником через microUSB к компьютеру. Тут просто получается такой удлинитель. И это прикольно, потому что, допустим, свистульку-приемник, если нужно достать ее из компьютера и вставить ее, скажем, в ноутбук, то свистульку-приемник доставать довольно сложно. Если она через удлинитель, то удлинитель – это просто кабель. Кабель достать, очевидно, намного легче из компьютера. Ну, и наклеечки. Симпатичные наклеечки. И базовые инструкции. Типа, что делать? Вставляем клавиатуру. О! Да, есть? Есть! Тут сзади, во-первых, два набора ножек. Я просто это обожаю. Когда есть два угла наклона, вы выбираете любой. То есть тут 4 градуса и 8 градусов. И посадочное место под свистульку-приемник. Вы просто выхраните свистульку в непосредственно клавиатуре. Я постоянно хочу сказать мышке, но это клавиатура. Вы храните ее, и она не теряется. Если негде прятать свистульку-приемник, это повод немножко сказать плохих вещей о модели. Тут все хорошо. Теперь, с вашего позволения, я подключу ее. Здесь свистулька-приемник вставляется относительно легко, потому что все-таки USB тут на распашку идет. А если вы попытаетесь вставить свистульку-приемник в заднюю панель на материнке, то доставать ее придется значительно более весело, чем здесь. Так. И? А, тут она еще по Bluetooth работает. Я не знал. Я не знал. Тут кнопочка Bluetooth есть. О-о-о, красота. Очень вкусно. Логотип Logitech подсвечивается. Очень вкусно. И все кнопочки, которые здесь находятся, они имеют подсветку. Bluetooth? Нет, не Bluetooth. Ой, жир какой. Не, ну внешний вид у этой клавиатуры, вот, я никогда не видел Logitech, а что-то похожее. Она напоминает мне такой хирургический инструмент. В белых, в светлых тонах, но при этом профессиональная. Зарядка тоже по microUSB. Нет, я просто старая модель. Несколько режимов подсветки. Можно подсветку вообще выключить. Разумеется, благодаря этому экономится, собственно, емкость аккумулятора. Кстати, если я не ошибаюсь, где-то было написано 40 часов, но это не точно. До 40 часов на одном заряде аккумулятора. Это я предполагаю без RGB. Но если это будет с RGB, то 40 часов это вообще охренеть, сколько много. Зачем вообще нужна беспроводная геймерская клавиатура? Вы ее положили на стол и все, вы ей пользуетесь. Вообще никаких проблем нет. Если, вот самый простой пример, если вы, допустим, играетесь в гостиной. Если у вас вместо консоли с геймпадом, да, если у вас стоит маленький компьютер. Сколько, просто бесчисленное количество компактных сборок с опушками Ryzen, которые 8-ядерные, 16-поточники с отличными ядрами Vega, да даже с видеокартами. То есть можно собрать себе компьютер по размерам, не намного больше, чем консоль, и играться вообще в любые игры. Хоть в стратежки, хоть в экшены, хоть во что угодно. Хоть в Fallout 2 на 80-дюймовом экране, если хотите. И не под все эти игры подходят, собственно, джойстики, геймпады. Такая клавиатура подойдет шикарно. То есть вы можете взять эту клавиатуру, вы можете купить себе специальную штуковину, которую кладете на колени. И эта штуковина будет иметь место и под клавиатуру, и под мышь, допустим. Так же, секунду. Я хочу проверить, работает ли эта клавиатура по проводу. Не по без проводу, а по проводу. Итак, алёп. Никто, в принципе, не обещает мне, что эта клавиатура может работать по проводу, но мне просто интересно. Она работает. Ах вы. Ай да вы да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, 10 из 9, ребят? Если что, в комментариях не забудьте написать, какой из видосов, которые были в этом плейлисте, а плейлист будет здесь и в описании под видео, я говорил, что подарки будут доезжать, и это вот первый из тех, кто доехал позже. Так вот, в комментариях напишите, какой из видосов вам понравился больше всего пока что, в данный момент. И если вы хотите, собственно, поздравить меня с прошедшим праздником, не забудьте просмотреть остальные видео, оставить лайк там, подписаться на наш канал, ну и покомментировать немножечко, раз уж вы, раз уж вы на месте. С вами были Денис Зайченко и канал ArtNation. Спасибо за просмотр и всем пока.